Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Взят под стражу. В Татарстане арестовали водителя самарского автобуса, сгоревшего в аварии под Заинском. От стадиона арена до дорог и фасадов. Самара на финишной прямой по подготовке к чемпионату мира по футболу. Бог троицу любит. В новом перинатальном центре Самары впервые родилась тройня. Приволжские районы суд Татарстана арестовал водителя самарского автобуса, который попал в аварию под Заинском. Мужчина пробудет под стражей до сентября. ДТП произошло в ночь на 2 июля. Автобус врезался в КамАЗ и перевернулся. Обе машины загорелись. Неоплан выгорел за несколько минут. Погибли 14 человек. Среди них семья из Самары. Мама с двумя детьми. А также студентка медуниверситета и трое тольяттинцев. Водителю автобуса вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть граждан. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Общественные советы микрорайонов могут помочь навести порядок в сфере ЖКХ, пополнить местные бюджеты за счет усиления контроля за алкогольным рынком. Об этом говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Николай Меркушкин. Сегодня общественности даны широкие полномочия при поддержке власти и силовиков. Механизмы самоуправления должны заработать на полную мощность, что даст возможность решать многие городские проблемы. Больше 100% Самарская область перевыполнила планы по сбору средств на капитальный ремонт. Основная программа работ, которую предстоит выполнить, уже согласована с жителями домов. 600 зданий, в первую очередь на гостевом маршруте Мундиале, обретут обновленный фасад. Но изменится не только внешний облик домов. Их утеплят по современным стандартам и выполнят другие виды работ. Появляется активность, появляется инициативность, появляется желание сделать не один, два вида работ. Мы очень часто это осуществляем. И особо как раз на маршрутах чемпионата это очень сильно проявилось. Люди сказали, что помимо фасадов у нас есть большая проблема. Мы понимаем чемпионат, но у нас инженерия, крыша и так далее. На координационном совещании губернатор обозначил задачу, чтобы сферу ЖКХ активнее контролировали общественные советы. Это касается и капитального ремонта, и управляющих компаний. К ним больше всего нареканий. В Самарской области удалось остановить недобросовестное долевое строительство. За последние годы список обманутых дольщиков только сокращается. Теперь необходимо при помощи общественности усилить контроль на рынке коммунальных услуг. То же самое касается и сбора налогов и акцизов на спиртное. Районы могут получить дополнительные деньги на решение проблем за счет ликвидации подпольной торговли алкоголем. Сейчас лицензию для магазина даем мы. Кому мы дали? Насколько он дисциплинирован? Насколько он выполняет закон? Положение, порядок? Мы то и получим. Этот город Самара может 2 миллиарда дополнительно иметь, если хорошо сработает, получить из них 160 миллиард 600 обратно в микрорайоны, для того, чтобы они порешали свои проблемы по благоустройству. Миллиард 600 миллионов рублей – хорошая прибавка к муниципальным бюджетам. Чтобы их собрать, нужно навести порядок на алкогольном рынке. В чем важную роль должны сыграть общественные советы микрорайонов. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Ускорить темпы строительства и не жаловаться на погоду. Подрядчикам, которые работают на объектах Чемпионата мира по футболу, поставлены жесткие сроки. Все должно строиться по графику. Подготовку к главному мировому спортивному событию следующего года в Самаре обсудили на заседании регионального оргкомитета «Россия-2018». Репортаж Марины Кравцовой. Готовность стадиона «Самара-арена» больше 71%. Подрядчики уже приступили к покраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Завершается монтаж консолей купола. Осталось установить семь блоков из девяносто шести. Уже в этом месяце могут приступить к устройству футбольного поля. На заседании регионального оргкомитета «Россия-2018» губернатор Николай Меркушкин отметил, что критические точки по важнейшим объектам уже пройдены, но необходимо ускорить темпы строительства. В частности, это касается дорог. Все работы подрядной организации должны выполнять четко по графику и не ссылаться на превратности погоды. В случае дождя выходить на работу в ночное время, привлекать дополнительные бригады рабочих. Я в субботу, во второй половине дня, до конца дня проезжал стройки, дороги, стройки, город, проезжал воскресенье. Весь и брать тоже Московский шоссе. Там в субботу, в то время, которое я проезжал дважды, там были бешеные пробки, просто бешеные пробки. Там очень много вещей, которые нужно было для удобства людям, которые приходится ездить там, создать. Особое внимание сейчас к благоустройству территории рядом со стадионом. Активизировать работу подрядчики должны и при реконструкции парков и скверов города. Все это реально. Организовать и поставить работу так, чтобы выдавать результат в 3, в 5, в 6 раз больше. Взяли там 3-4, если надо, 5-7 на субботряд организаций, на конвейер. И через две недели объект готов. Повышенное внимание и к ремонту фасадов зданий в историческом центре и на гостевых маршрутах. По графику идет создание тренировочных площадок, строительство гостиничного комплекса, реализуются программы по улучшению медицинской инфраструктуры, а также волонтерские проекты. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Газпром заявляет о новых амбициозных проектах для Самарской области. Подготовлена техническая документация по 9 инвестиционным программам общей стоимостью 2 млрд рублей. Об этом руководство предприятия компании заявило на пресс-конференции по итогам годового общего собрания акционеров. Газпром продолжит модернизацию своих подразделений и участие в социально значимых делах. Олег Зверев познакомился с итогами и планами развития компании. Почти 2 трлн рублей такой вклад в государственную казну внесла группа «Газпром» по итогам 2016 года. Плюс дивиденды, львиную долю которых также получает государство как основной акционер. Реализуются масштабные проекты, осваиваются новые месторождения, строятся газопроводы в направлении Запада и Востока. Итоги года и планы на будущее озвучены на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось в Москве 30 июня. «Газпром» сегодня является основным драйвером не только экономики государства, но и инновационного развития страны. Я могу сказать, что «Газпром» активно занимается импортозамещением. Сейчас мы можем смело сказать, что 100% и запорной арматуры, и продукции в виде труб полностью является наше отчастие производства. В целом импортозамещение в группе компании «Газпром» порядка 95%. Уровень газификации Самарской области высок, он составляет 97%. В 2016 году был введен в эксплуатацию после реконструкции газопровод «Вентай-Самара». Еще три социально значимых объекта планируется обновить в 2017-2018 годах. В рамках программы газификации регионов России подготовлена техническая документация по девяти инвестиционным проектам общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. После строительства данных объектов примерно в 2018-2019 годах суммарно производительность новых ГРС увеличится на 1 миллиард 238 миллионов кубометров в час. Реализация проектов обеспечит достаточные мощности поставки газа для развития жилищного строительства и новых промышленных объектов в Самарской области на перспективу 20-30 лет. Предприятие группы «Газпром» продолжит оказывать поддержку в социальной сфере региона, детским и спортивным учреждениям, экологическим и благотворительным программам. Однако нерешенным остается вопрос неплатежей потребителей за газ. На общем собрании акционеров было заявлено, что эта проблема не только приносит убытки, но и тормозит инвестиционные проекты компании. В Самарской области эта проблема тоже актуальна. На сегодняшний день совокупная просроченная задолженность всех категорий потребителей составляет порядка 3 миллиардов рублей. Из них задолженность промпредприятий составляет более 2 миллиардов рублей. Задолженность населения порядка 900 миллионов рублей. Значительную часть долга составляют неплатежи в сфере ЖКХ. Причем это не по вине населения, а из-за злоупотребления со стороны управляющих компаний. У этой проблемы есть и другой аспект. Наличие гигантских долгов у региона может стать основанием для сокращения инвестиций. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Продажи «Лады» в первом полугодии увеличились почти на 13%. Какие модели самые популярны у покупателей, расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шлафаст. Здравствуйте! В конце рабочей недели цены на нефть стремительно падают. Баррель марки «Брент» опустился ниже 48 долларов. Курс валют. Доллар 60 рублей 24 копейки, евро 68 рублей 38 копеек. Золото стоит 2371 рубль, серебро 31 рубль 1 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 36 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 95 копеек. В России заменят деньги. Рублевые банкноты ждет модернизация. Старт этому процессу даст выпуск 200-рублевый и 2000-й купюр. Немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» отзовет почти 800 тысяч машин по всему миру из-за проблем с тормозной системой. А продажи «Лада» увеличиваются. За 6 месяцев этого года в России реализовано более 140 тысяч автомобилей, что почти на 13% выше прошлого года. В июне самым продаваемым автомобилем марки стала «Лада Гранта», вторая по популярности «Лада Веста». На этом все. Удачи в делах! За полгода работы перинатального центра больницы Середавина родилось почти 3000 детей, из них 57 двоен. Сегодня домой провожали маму, родившую тройню. Такие события случаются редко. Возможно, 2017-й побьет этот рекорд. Многодетным отцом Артем Афанасьев становиться не планировал. Когда первая дочь подросла, решили с супругой, что нужен мальчик. Как загадали, так и вышло. Только в подарок сыну родились еще девочки-двойняшки. Прошло уже два месяца, а счастливый папа так и не опомнился от шока. Брал пока мальчика. Пока девчонок боюсь, они сейчас тогда маленькие очень будут. И переживаю, но освоюсь. А мальчик покрупнее? Мальчик покрупнее, самый большой сын. Малыши родились с маленьким весом. Последняя девочка меньше килограмма. Почти два месяца их выхоживали специалисты перинатального центра. Сначала в детской реанимации, затем в отделении патологии новорожденных. Возле кювет с детьми круглосуточно дежурили специалисты. Трое не появляются на свет не так уж часто. В прошлом году было всего два случая. Выписка о Афанасьевах стала праздником для всего персонала. Выписать таких детей, а вес у них уже 2-3 килограмма, это труд огромного нашего коллектива. Это огромное число людей участвовали в этом процессе. Вот рядом со мной стоит заведующая отделением патологии новорожденных, которая узнает этих детей так же, как мама. Она знает, где Яна, где Лера и где Андрюша. Потому что каждый день она сталкивалась с ними и все-все-все про них знает. Руки медицинской сестры выполняют привычные движения. Таких бантов Светлана Горшкова завязала уже немало. Провожает детей домой каждый раз с радостью и грустью одновременно. Привыкаешь, прикипаешь к ним, как к своим. Очень тяжело распрощаться с ними. Но потом мамочки находят в соцсетях, присылают фотографии, пишут о дальнейшей судьбе, грозятся прийти в гости всей большой компании. Мама новорожденных с трудом сдерживает эмоции. Позади месяцы тревоги за малышей и бесконечная благодарность персоналу перинатального центра. Я понимаю, что все хорошо. Самое страшное позади. Теперь будем следить за детками, воспитывать, колить, лелеять. Пока медики прощались с семьей Афанасьевых, их коллеги принимали роды еще одной тройни. А за здоровьем Яны, Леры и Андрея врачи больницы Середавина будут пристально наблюдать еще в течение года. Инна Сапанченко, Дмитрий Мешканцов. События. Завтра в России будут отмечать День семьи, любви и верности. В Самаре во многих дворах прошли праздники, посвященные этому чистому и светлому дню. На одном из таких, которые провели при поддержке общественного совета, побывал Андрей Горгуленко. Пока бабушки поют песни, дети вовсю играют с клоуном, прыгают на батуте и бегают на веселых стартах. В 12-м микрорайоне отмечают праздник в честь наступающего дня семьи, любви и верности. Здесь считают, что дети – главное в семье, а потому и площадок для них сделали больше. Это не первый праздник двора, такие здесь устраивают регулярно. Ну, во-первых, у нас дети не все могут попасть в лагерь, это раз. Во-вторых, наши бабули, они тоже не могут куда-то поехать далеко, вот даже на ту же набережную. Поэтому мы стараемся здесь, вот здесь, вот в зоне отдыха, что-то сделать такое комфортное для них. Такие праздники стали постоянными благодаря поддержке общественного совета. За два года работы он показал свою эффективность. Жители стали ближе к тем, кто может решить возникшие у них проблемы. С вопросами они могут обратиться не только в строго отведенное время, а тогда, когда помощь и совет действительно необходимы. Люди не только пользуются общественными приемными, не только пользуются возможностью вот такого праздника, как сегодня. И сегодня будут подходить, и сегодня будем решать вопросы. Но и также, поскольку организация, в которой я работаю, находится в нашем микрорайоне и районе, люди также могут в любой день прийти. За прошедший год при поддержке общественного совета в 12 микрорайоне в своей любимой зоне отдыха провели почти 40 дворовых праздников. В этом году обещают не избавлять обороты. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. А те, кто пронес любовь через годы, честовали в советском районе супружеские пары, чей стаж семейной жизни перевалил за 30 лет. В преддверии дня семьи любви и верности для них устроили праздник. Репортаж Валерии Макаровой. Они прожили вместе почти полвека, а пары, которые выходят на сцену, точно знают, как сохранить любовь на долгие годы. Нужно как-то больше решать вопросы путем не так, как некоторые, вот обиделись и не разговаривают, а решать за столом переговоров. И тогда все будет нормально. Я просто думаю, надо уважать друг друга, ну и думать о детях, обо всем, об этом. Какой совет? Совет да любовь. Сегодня в советском районе Самары отмечают День семьи, любви и верности. Праздновать его вместе с жителями в районе уже традиция. Каждый из приглашенных получает благодарность и подарки. Мы пригласили семейные пары, которые прожили в Браке долгое время. Семейные пары у нас в наших промышленных предприятиях. Они прожили долгую жизнь, воспитали детей, внуков, согласие в мире, в любви, в верности. А это все те ценности, которые важны для всех. Для гостей сделали фотозону, где можно сфотографироваться всей семьей. На концерте выступали танцевальные коллективы. Валерий Макаров, Станислав Левин. События. Крылья Советов должны отдать все свои силы для возвращения в Премьер-лигу. Такую задачу поставил губернатор перед командой. Николай Меркушкин уверен, крылья за один сезон вернутся в российскую футбольную Премьер-лигу. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили это. Подчеркнул глава региона. Также губернатор добавил, что власти окажут клубу необходимую поддержку. Ведет работа по привлечению спонсоров. Уже в эту среду продлили соглашение с одной из крупных самарских компаний. В следующем году команду ждет знаменательное событие. Крылья Советов переедут на современный стадион Самара-Арена. Главный тренер Андрей Тихонов заявил, все игроки и тренерский штаб с нетерпением ждут первого матча. Напомним, он состоится в эту субботу, 8 июля. Крылья Советов примут луч энергию из Владивостока. Продолжаем спортивную тему. Пока Уимблдон прощается с волжскими красавицами, самарские спортсмены собирают медали по всей Европе. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Уимблдон продолжится без самарских спортсменок. Самарские легкоатлеты уезжают из Подмосковья с медалями. В подмосковном Жуковском завершились 59-е соревнования по легкоатлетике «Мемориал Знаменских». Самарские спортсмены покидают турнир с медалями. На дистанции 400 метров с барьерами победительницей стала Валерия Храмова, пробежав дистанцию за 55,7 секунды. В беге на 100 метров с барьерами Анастасия Николаева финишировала первый со временем 13,24 секунды. В метании молота Тольяттинка София Палкина завоевала серебро, отправив снаряд на 68 метров 74 сантиметра. А в тройном прыжке Александр Юрченко остановился в шаге от награды, заняв четвертое место. Бронзовый призер превзошел его результат на 7 сантиметров. Тольяттинка Дарья Касаткина во втором круге в Умблдону уступила из тонки Аннет Кантовейт со счетом 3-6-2-6. Поединок продолжался всего 55 минут. 20-летняя Касаткина, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, не реализовала единственный брейкпоинт, проиграла три гейма на своей подаче, исполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. А ее оппонентка семь раз подала на вылет и обошлась без двойных. Следующей соперницей Кантовейт станет датчанка Каролина Возняцки. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! Реконструкция четвертой очереди набережной идет по графику. Завершился ремонт подпорной стенки. Объект приводит в порядок к чемпионату мира по футболу. Реконструкция ведется на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага. Протяженность чуть более километра. На стройке трудятся 150 рабочих и больше десятка спецмашин. Сейчас строятся лестничные спуски. Уже сделано полтора километра ступеней. Ведутся отделочные работы на скульптуре латьи. Залит основание амфитеатра на 500 мест. Заканчивается строительство здания хозяйственного корпуса и фонтана. Завершен монтаж всех коммуникаций, водопровод и канализация. После окончания ремонта подпорной стенки началось устройство откосной части. На четвертой очереди набережной заменят асфальтовое покрытие. Установят подъемники для людей с ограниченными возможностями. Стационарный общественный туалет. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. На стадионе «Самара-Арена» приступили к работам по защите металлических конструкций от коррозии. Промежуточный слой выполнен на четверть. Сборка металлоконструкций купола уже близка к финалу. Рабочие смонтировали большую часть из почти сотни блоков. На стройке трудятся почти 2000 человек и больше 170 спецмашин. Работы идут по графику для заставания. Также продолжается отделка внутренних помещений стадиона и устройства наружных инженерных сетей. Начались представительные работы по благоустройству прилегающей территории. Сносится старое помещение радиоцентра, выравнивается площадка. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит цветовую гамму помещений и фасады стадиона. В Струковском парке срезали все асфальтовое покрытие. Изначально планировалось снять 8 сантиметров полотна. Но в процессе объем работ вырос в два раза. Оказалось, что дорожки уложены в три слоя. За месяц рабочие вывезли больше 3000 тонн старого асфальта. Уборка мусора производится ночью. Днем завозятся строительные материалы. За два месяца рабочие должны завершить все дорожные работы, положить тысячи квадратных метров плитки, нового асфальта и рулонного газона. В Струковском саду обустроят зоны для занятий спортом, приведут в порядок скейт-площадку. В парке восстановят дорожки, фонтаны, а также площадку для аттракционов. Зимой она будет использоваться под каток. Восстановят летний театр. Планируется сделать днем разборные стены, чтобы зимой в театре тоже можно было работать. Для отдыхающих установят скамейки, шезлонги, велопарковку и беседки. Работы в Струковском парке должны завершиться этой осенью. Готовность Фрунзенского моста почти 40%. Подрядчик приступил ко второму этапу надвижки пролетного строения через реку Самара. Уже сместили первую из 12 секций, ее длина почти 90 метров. Вместе с первой секцией звено продвинется еще на 41 метр над водой. Пролет состоит из центральной части длиной почти 600 метров и двух боковых. На строительство этого сегмента запланировано 9 тысяч тонн металла, из которых больше двух тысяч уже собрана конструкция. Вместе со сборкой пролетного элемента идет строительство врусля реки Самара. Завершены работы на 4-й и 5-й опорах. Продолжается устройство оставшихся 3-й и 4-й. Они располагаются в бухте Новая Гава. Также обустраивается насыпь у береговых опор моста озера База. Продолжается строительство съездов на развязках с выходом на улицу Шоссейную на левом берегу реки Самара. На площади Куйбышева продолжаются строительные работы. Там меняют асфальтовое покрытие, устанавливают бордюры и обновляют освещение. Ремонт площади не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра оперы и балета, уверяют городские власти. Обновленная площадь во время Чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков. Кардинальных изменений не будет. Площадь Куйбышева – одна из главных достопримечательностей Самары, и она сохранит свой облик. По большей части перемены коснутся скверов. Здесь уложат новый газон, поставят современные системы автополива, обновят тротуарные дорожки. Скверы украсят татуарные фигуры. Принципиально поменяется техническое оснащение. Будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения вода и электроснабжения. Рабочий проложит электрический кабель, который будет питать технику во время массовых мероприятий. Планируется, что брондиозное обновление площади закончится в октябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова